Окей, значит вот здесь на вот этой схеме показан весь процесс производства оливкового масла, вот там вот первое, примера, вот сюда вот поступает материал, там вот отделяется он от листьев, плоды от листьев отделяются, вот там вот моется дальше красненькое, следите за красненьким, дальше мытое поступает в малино, то есть в мельницу, фактически это мельница, где оно все перемалывается. Сидет дихокая мельница, потом эта вся масса поступает в специальными насосами, поступают специальные центрифуги, где идет отделение воды от масла, вот там вот туда поступает масло, и вот туда поступает масло, вот сюда масло, и дальше идет вода, вода и масло выходит. Вот, вода масла, а вот там салидо де солидос, это отходы там твердые идут, вот здесь агва, и вот здесь, да, твердые отходы. Вот так вот, вот такой процесс, и вот этих, значит, центрифуги, центрифуги их две, вот она центрифуга, синеньким показана, центрифуга, вот их две там. Три типа оливковых масел, вот называется лампочное, лампанте, олива вирген, то есть вирджин алия и олива вирджин экстра. И разделяется оно как бы вот по качествам и по способу приготовления. Значит, верхнее масло, лампочное, идет рафинированное, делается при температуре 250 градусов. Идет на нее вся оливка, которая может быть плохая, хорошая, в общем, любая оливка идет, все подряд. Не отбирают ничего, в любой стадии зрелости, рафинируют 250 градусов, на выходе оно идет белого цвета. И чтобы оно поступало, когда оно поступает в продажу, в него добавляют вирджин или экстра вирджин, и таким образом улучают цвет. Поэтому говорят, что цвет оливкового масла не говорит о его качестве. Вот это вот оливковое масло, которое продают на рынке, которое на самом деле не является маслом холодного отжима, потому что вот то, что мы смотрели раньше, масло холодного отжима, делается при температуре от 22 до 27 градусов. Здесь вот это масло получают рафинацием 250 градусов. Значит, это только имеет название сейты де олива, то есть оливковое масло. На самом деле оно может иметь примеси подсолнечного масла, любого другого, рапсового, любого другого, они мешают сюда масло. То есть здесь только название. Рафинацией тут убивается все, что было полезное в этом, и добавлено чуть-чуть для цвета оливкового масла экстра класса. Это масло называют в стиле оливкового масла, а сейты де стилю де олива, то есть потому что оно имеет приблизительный вкус оливкового масла, но и не имеет тех качеств. Значит, так, вот это следующее масло, оливковое масло Вирген, значит, оно имеет, градусен либре, свободный градус кислотности. Кислотность между одними и двум градусами. Говорит, ты не можешь это почувствовать по вкусу. Это вещь, которая, ну, химическая, скажем так. Это свободные радикалы. Когда ломаешь оливку, она начинает окисляться свободными радикалами. И вот в Вирген, оно имеет градус свободных радикалов 1-2 градус. Но если оно уже имеет меньше 1 градуса, 0,8, это уже экстра, градусен либре, свободный градус, свободные радикалы. Здесь, вверху, никогда вот верхнее, то есть то, что мы покупаем как просто оливковое масло, никогда верхнее, это оливковое масло рафинированное, не может, ну, сопоставляться с олива Виржен и олива Виржен Экстра. Потому что рафинированное и свободное, это разные вещи. Олива Виржен и олива Виржен Экстра, это 2 типов, это говорит 1 тип, но или лучше, или хуже. Но они получаются 2. Короче, разница еще в чем, что Виржен может быть. Оливки чуть-чуть худшего качества, которые чуть-чуть более мягенькие, то есть у них уже пошел окислительный процесс, либо они сняты с пола. Virgin Extra не может быть снята с пола, она снимается с дерева и в определенной степени зрелости, в идеальной степени зрелости. Для этого делают химический анализ, чтобы было... Но когда снимают, оно имеет степень окисления свободными радикалами 0,000000 и что-то там. Когда уже...